Такая ситуация, в каком-то смысле наилучшая, но не идеальная. Вы единственные, у кого предусмотрены лекции, но зато у вас половинчатые лабораторные работы. С точки зрения кафедры информатики, должно было бы быть одна пара лекций и две пары лабораторных работ. Ваш деканат экономит часы и выдает только одну пару лабораторных работ. То есть всего две пары. Ну и мы будем с этим мириться, потому что все равно ничего не можем управлять лечебным планом в вашу работу. Мы в этом году исключили такую сущность, как домашние работы. Дома вы доделываете лабораторные работы, тем более, что они будут требовать дополнительного времени. Вы вряд ли успеете. Еще. Лабораторные работы двух видов, как и раньше. Это практика и контест. В этом году мы решили расширить проведенный в прошлом году эксперимент, который должен уменьшить фарисейский подход к занятиям, в котором вы так спрашиваете, а что мне за это будет? Какую оценку я за это получу? У нас, короче говоря, практические лабораторные работы, там, где текст с упражнением, где вы творите, где нет вот этих задачек и джаджа, и контекста. Вот эти вот лабораторные работы, они не оцениваемые. Причин много, но вот они в этом году не будут оцениваться. Самая главная причина, что мы снимаем с преподавателя нагрузку по оцениванию, вы не трясетесь, сдам, не сдам, успею или не успею преподавателю сдавать. Спокойно делайте, преподаватель в течение всей лабораторной работы только помогает. Понятно? Второе, вы спокойно их доделываете дома, опять же, не трясетесь, сдадите, не сдадите. У вас возникает искушение их не делать вообще. Что я вам могу сказать? Дело в том, что объектно-ориентированное программирование – это такая штука, которую сложно уложить в контекст. Мы, конечно, сделаем и на него контекст. Но все-таки это такая вещь, которая как мастерство передается от мастера к падавану. От учителя к ученику. Это нужно посмотреть, это нужно опытно делать, проектировать, смотреть, а вам показывают на конкретные ошибки. Это незадачная вещь. Это не такая задачка, в которой один ответ. Понимаете? Творческий процесс. Формат, который вы можете этому обучить, это только практические работы. Те самые, которые не оценивают. Поэтому, если вы для себя их перечеркнете, то вы очень-очень многого лишитесь. И, в частности, вам, конечно, сложно воспринимать концепцию ООП. И на теоретическом зачете в конце вы будете существенно минус. Ваша оценка в этом семестре будет складываться из-за контестов и двух контрольных работ. В середине семестра примерно седьмая, по-моему, и четырнадцатая или пятнадцатая лекция. Я сейчас не буду подсматривать. Все равно не суть важна. С середины и конец семестра. Полузачет может быть минимальный, просто чтобы вас мотивировать и узнать текущее состояние ваших знаний. Именно на лекции. Потому что у меня есть два факультета, которые не могут встречать лекции, для них не может быть полузачета. Но для вас я могу это сделать, просто чтобы я был в курсе того, что у вас в головах, а вы были мотивированы к тому, чтобы как-то заранее учить. Я скажу еще вам одну вещь. Объектно-ориентированное программирование на C++. Можно ли не ходить на лекции? Хорошие книжки. Я написал вам в задавальнике Берн Строустроп. Так, широкого формата. Шилд. Отличная книжка. Потоньше, но тоже широкого формата. Они, в принципе, покупаемы, доступны. В магазинах их пересдают регулярно. Во-первых, они все-таки не покрывают всю глубину C++, хотя для сдачи зачетов достаточно вполне. Во-вторых, достаточно сложное чтение. В свое время у нас не было C++ на информатике. В принципе, не предусматривается. И мы изучали его самостоятельно. И мы считали того студента, который прочитал Строустропа, как очень крутого. Я помню, я не прочитал Строустропа. Хотя у меня всегда были пятерки по информатике, я увлекался, но не одолел. Короче, я вам скажу так. Я на лекциях вам разжую какие-то моменты. Я вам крайне рекомендую их слушать. Приходите, будет интересно. Самое главное, все-таки достаточно просто. Я вам дам нужное подмножество. И вот хотя бы ориентир. Вам потом легче будет это читать. Так, с конспектами в этом году. В этом учебном году я хотел бы взять конспекты в свои руки. У меня питоновских уже два года за плечами. Сишный один год конспектов в наличии, которые студентами велись. В принципе, кто занимался в прошлом году конспектами? Есть у вас, да? В принципе, помощь по конспектам актуальна. Можно помогать. Я готов рассмотреть. Но как бы мы двигаемся к тому, чтобы это делать, чуть-чуть кодифицировать. Курс выравнивается постепенно. Может быть, это закончится какой-то методичкой. Хотя бы веб-режим. Не обязательно, но чтобы это можно было уже в следующем поколении в чистом виде давать. И для вас же она опять будет полезна. Кстати, все питоновские выложены. В итоге там была проблема с какой-то там... С PDF-ками, да, с их генерацией. Но они все вот того выложены. Но уже, к сожалению, для вас просто. Хорошо. Так, ладно. Мы с вами по общим вещам проговорили. Поговорили. Теперь давайте... Сейчас я смотрю, есть ли это. Сейчас, одну секундочку буквально. Сейчас, 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 сейчас. Это уже не суть. Все нормально. Придется подглядывать. Потому что материалы снимают. Первая лекция у нас предназначена на то, чтобы быстро войти в синтаксис языка. Первая практическая работа, поскольку у некоторых групп она до лекции, она не предполагала знания синтаксиса. Вот вы сейчас будете проходить. Вы будете в выигрышном положении. Но я вас прошу на лабораторной, не углубляйтесь в содержание программ на синтаксис. Вам нужно их быстро копировать в текстовый файл, учиться компилировать и работать в консоли. Понятно? Но сейчас я вам расскажу простые вещи на языке C++. Итак, первое. Этапы компиляции. Этапы компиляции. Дело в том, что C++ является компилируемым языком. Это значит, что перевод с высокоуровневого языка человеку понятного на человека непонятный машинный код происходит не в момент выполнения, как этот питомик. То есть там транслятор прям работает и должен работать на компьютере конкретно конечного пользователя. А здесь это происходит заранее, на компьютере разработчик. Разработчик написал файлик my.cpp И затем пропускает его через специальную программу, которая создаст ему машинные коды, запакованные в бинарный файл для непосредственного выполнения процессора. Но этот процесс в этой компиляции, хотя возможно было бы сказать, а в конечном счете получится my.exe. Я по линдовому напишу, хотя в линусе никаких .exe не надо писать, там просто my и все было бы написано. И у вас в лаве будет именно так. Но этот процесс лучше разбить на этапы. С чего он состоит? Ну в лабораторной там прям по пунктикам там более подробно даже. А я сейчас с точки зрения внешней масштабной. Значит первый процесс это текстовая предобработка. То есть в ней файл остается человекочитабельным. Надо сказать, что вот этот промежуточный файл, он отсутствует. Его не сохраняет компилятор как файл. Поэтому я вот так my.cpp штрих поставлю. Он виртуальный, он только в память компьютера содержится для того, чтобы выполнить над ним следующий этап. Процесс текстовых подстановок называется preprocessing. Я по-русски пишу, preprocessing. Или текстовая предобработка. Что это имеется в виду? Здесь обрабатываются все макросы. Include, которая впихивает один файл внутрь другого. У вас какой-нибудь mylib.hpp, например. Это что будет значить? Что у вас есть такой файл? Ну давайте я в савычком вдвойных напишу, что он в текущей директории. Значит в двойных кавычках. Вот это взять файл и впихнуть его сюда. Вот copy, past. Но это не вы делаете руками. А вы заинклюдели его. И в момент компиляции он вначале будет туда подставлен. Ясно? Так, define, который тоже является макро-подстановкой. В котором вы, например, вместо буквы а написать 1, 2, 3, 4, 5, 6. Причем тут слово равно не надо. Вы здесь не присваиваете никакой переменной а. Это не переменная а. Это просто буква сочетания. Это даже не переменная, не имя, ничего. Это просто буква сочетания. Которое будет заменено на какой-то другой цифра буквы сочетания. Понятно? Макрос. Вместо одного взять и записать другое. Понятно? Есть еще другие всякие инструкции при процессора. Вы должны самое главное знать. При процессор это штука тупая достаточно. Это текстовый обработчик. Но он, тем не менее, в языке Simplus Plus нужен. В частности, для подключения библиотек. Подключение библиотек происходит в два этапа. В начале при процессинге вставляется заголовочный файл. Просто физически. Внутрь текста. Это тело программы. А потом уже происходит процесс компиляции. Компиляция. Это частный вид трансляции. Трансляция. Перевод. Транслейшн. С русского на английский. С английского на русский. С синопитон. Некоторые языки не очень-то легко транслируются один в другой. Но для трансляции в машинные коды существуют автоматические трансляторы, которые и называются компиляторами. Этот процесс происходит не человеком, делается, а компилятором. Google Translate он иногда не очень хорошо переводит. В целом неплохо, но иногда лажает. Но если язык будет формальным, то автоматизация перевода, автоматизация трансляции, она дает качественный результат. Четкая синтоксическая конструкция дает предсказуемое поведение. Кстати, есть такая штука. В языке C++, как конструкция. Можно написать такую конструкцию, которая ведет к непредсказуемому поведению. То есть, если вы напишите такую хрень, то компилятор имеет право сделать все, что угодно, начиная от сегментейшн фолд, заканчивая форматированием Винчестер. То есть, вы должны про такие вещи, в принципе, опытные программисты Плюсов, они знают. Я сейчас не буду их упоминять. Ну, просто вот можно формульнуть. Ну, он, конечно, не будет компилятора специально форматировать Винчестер, но программа может вылететь, например, в таких ситуациях. В результате компиляции порождается так называемый объектный файл. Объектный файл. Никакому объектно-ориентированному программированию не имеет отношения. Это файл, который содержит уже переведенные на машинные коды инструкции, но еще хранит информацию о сигнатурах функций. Сигнатура функций. Что это такое? У нас, помните, я вам рисовал функцию, как вот черный ящик. Мы передаем в кодные параметры, там был Макс, по-моему, да? Икс, икс. Помните? Ну, на пятую. Писал? Писал. Что-то вы так молчите, не кивает никто. Писал или нет? Так вот, я могу эту функцию Макс написать 10 способов. Разно. Я ее реализовать могу по-разному. Да? А вот это ее название, типы, значений. Икс, 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 икс возвращается на целое число. Это ее сигнатура, то есть ее интерфейс, как ее вызывать и что она возвращает. Так вот, объектный файл, он еще содержит информацию о том, как функция называлась, и какие типы входных-воходных значений, в какой последовательности. Сколько их штук. Для чего это надо? Потому что последний процесс, который называется компоновка, компоновка, или связывание, или такое некрасивое, но часто употребляемое слово, линковка. Это транскрибирование английского линкинг. То есть связывание, ну, наиболее адекватный термин, который я нашел в русском языке, в литературе смысле, это компоновка. Хотя вот редкость будет, обычно говорят линковка. Так вот, вот эта самая линковка, компоновка, она для чего нужна? Дело в том, что программы на языке C++ это большие программы. Если бы нам не надо было писать большие программы, нам бы хватало питона, да, может, и бейсика, зачем вообще было бы развивать языки программистов. Язык C++ сложен и велик потому, что проблемы, с которыми сталкиваются программисты, большие. При написании больших программ возникают большие проблемы, при решении которых возникают всякие сложные концепции. Понимаете? То есть он наиболее удачным, простым способом решает сложные проблемы. Из-за этого язык становится сложным. А не из-за того, что программисты специально захотели его усложнять. Ясно? Ну, чтобы вы не пугались. Не надо сразу все. Столкнетесь с проблемами, значит, вам понадобятся эти конструкции. И в тот момент, когда вы столкнетесь с проблемами, скажете, о, как круто, как классно. В этом смысле проблема нашего курса в том, что вы еще не столкнулись с этим проблемой. Вы еще никогда не писали программу, которая больше 10 экранов. Ну, в смысле, там, тысяча строк. Ну, 200 строк, там, 300 строк писали, да? А тысячу строк, 10 тысяч строк. Не писали? Не писали. Значит, вы еще не знаете об этих проблемах. Вы, как сказать, думаете пока что о том, как исцикла выйти, как там условный оператор. А вот здесь вещи, которые намного больше и глубже. А как вообще не потеряться в лесу? Вот у вас функция, как деревьев в лесу. Как в этом лесу не потеряться? Ладно. В общем, мне придется вам некоторые вещи рассказывать как бы заранее. Я буду вам рассказывать. А в лесу вы встретите волка. А поэтому вам нужна там рогатина. Вот это у меня там ружье. Понимаете? Поэтому вам будет казаться, что я пришиваю кобыле хвост, который не нужен. Понимаете? Козе и пятая нога. Поверьте мне, все в свое время понадобится. Однажды вы столкнетесь, когда эта концепция будет идеальным решением, которое будет самым простым и адекватным. Вам придется многое как бы на доверие принимать, что да, надо там. Да, сложно, надо выучить, запомнить, что это так можно. Ладно. Итак, еще раз. При процессе компиляции и компоновки. Для чего нужна компоновка? У вас есть файл my.cpp, который главный. Давайте я его назову не my, а mail. Почему я его назову mail? Потому что это главный файл, в котором находится главная функция. Главная функция. Дело в том, что программы на плюсах представляют из себя набор функций. То есть в mail.cpp мы в первую очередь встретим функцию mail. Ну, а еще может быть какие-нибудь функции там. Но когда функций много, их для того и разделяют, чтобы вообще человекочитаемая была программа, ее разбивают на отдельные файлы. И у вас возникает отдельный файл mylib.cpp, в котором описаны эти функции. Давайте я их назову там. А, Б, С. Причем эти функции, естественно, выделяют в библиотеку по их сродству друг с другом. Ну, условно, математические функции. Иногда бывает так, что у вас какая-нибудь из них она вызывает другую, а эта вызывает третью. Они еще и друг с другом могут быть связаны. Да? Логично? Логично. А этот файл, он пользуется этими функциями. Да? Отсюда он вызывает С, отсюда Б, отсюда он вызывает еще и А, например. Понятно? Кстати, можно себе представить вот такую ситуацию, что бар, функция описана, но нигде не вызывается. Да? А самое главное, что она не вызывается из мейла. Она действительно никогда не будет выполнена. Если компилятор занимается оптимизацией, то он может ее даже не компилировать. То есть он может глянуть, а, эта функция не пригодится, так я зачем ее буду в экзештек включать? И выкинет ее. Понятно? Ну, если он не будет заниматься оптимизацией, то он ее может, тем не менее, скомпилировать. То есть дальше уже там всякие тонкости. Потому что C++, он заточен под скорость вычислений. Ну, меня, кстати, вот просили преподавателей упомянуть про то, что C++ это быстрый язык программирования. То есть в качестве альтернативы. Почему вообще нам надо, кроме Python, что-то Python классный. Ну, классный, там все, и библиотек, море. Больше, чем в плюсах. И все быстро получается. Коротко код записывается. Зачем плюсы? Ответ. Да, конечно, самое главное – это асимптотика. Помните, что такое асимптотика. То есть когда у вас проблем, масштаб задачи растет, то количество операций у вас может расти по-разному. Там есть линейная асимптотика, есть квадратичная асимптотика, да, есть там экспоненциальная для НПФС, да. Конечно, асимптотика важнее всего. Но в рамках одной и той же асимптотики, скажите, вот такая, вот такая линейная асимптотика, вы какую предпочитаете? С коэффициентом 1 или с коэффициентом 20? Ну, ладно, 10. Естественно, программа работает в 10 раз быстрее. Так? То есть вроде бы асимптотика главная, а скорость не так константа при этой асимптотике, она не так важна. ОАТН и ОАТН, да? А что значит ОАТН? Это значит, что количество операций, да, у вас не превышает, не превышает некоторые константы, умноженные на Н, да? Вот тем не менее, эта константа, она имеет значение. И вот в питоне по сравнению с С плюс плюс она в 10 раз выше. То есть С плюс плюс, он примерно там вот в 5, в 10 раз быстрее. Это имеет значение? 10 компьютеров в кластерах или один? Ну, в смысле, как можно сказать? В 10 раз мощнее или в 10 раз меньше? Короче говоря, скорость вычислений, она имеет существенное значение, особенно, когда мы занимаемся высокопроизводительными вычислениями на кластерах. Там пытаются что-то реально сложно рассчитать. Форму ракеты, найти какой-нибудь там, ну, сейчас модно, это в биологии, да, когда белки стукуют с другими белками, вычислительные. То есть смотрят, как это дело взаимодействует. Да, такая биохимия. Вот, и это дело на вычислительных всяких кластерах запускают, вычисляют. Ну, естественно, что тут скорость, она имеет значение. Ладно. Значит, короче, возвращаемся к компону. Так вот, во-первых, мы можем разделить на модули программы. Это раз. То есть на отдельные куски. Кстати, при этом не должно никогда возникать. Представляете, что отсюда вызываются эти, отсюда эти. Это будет значить, что вы неправильно разбили на модулю. Но вам понадобится обязательно отдельный файлик, который будет описывать заголовки этих функций. Или их сигнатуры, короче говоря. Названия и типы. Потому что иначе вы не сможете скомпилировать этот файл. Попытки компиляции скажут, извините, я не знаю, что такое функция A. Именно поэтому вам необходимо создать отдельный файлик mylib.hpp, в котором будут заголовки функций. И он на этапе припроцессинга исчезнет. То есть на этапе припроцессинга, ну не в смысле, он не удалится, а в смысле того, что дальше он не будет компилирован. Хедры не компилируют заголовочный файл. Не компилируются. Скажу научным языком. Заголовочные файлы не являются единицей трансляции. Вам не обязательно говорить такие слова. Просто вот эта вот штуковина, которая пошла дальше компилироваться, то, что я назвал mycpp, штрих, она является единицей трансляции. Каждая единица трансляции порождает отдельный объект файла. То есть я вот здесь нарисую, вот это прошло припроцессинг, а здесь уже сразу и компиляция прошла. И вот он my, прошу прощения, в данном случае main.o. Main.o. Понятно? Это результат трансляции данной единицы трансляции. Вот main.cpp является единицей трансляции. И mylib. Cpp. Mylib. Хедер обязательно инклюдится не только в файл, который использует библиотеку, но и в реализацию библиотеки тоже. Заголовочный файл инклюдится. Это делается для чего? Для сверки интерфейса, чтобы они точно совпали. И кроме того, есть еще какие-то вещи, которые сейчас я упоминать не могу. Короче, здесь возникает файл mylib.o. И вот эти два файла, собственно, в процессе компоновки соединяются в main.exe. Происходит сшивка. Зачем нужна раздельная компиляция? Она нужна для того, чтобы сэкономить время компиляции. Вам может показаться, что компиляция это и так быстрый процесс. Но зачем? Напихать все в один файл или заинклюдить цппшник. Начинающий программистов C++. А почему не заинклюдить цппшник? И компилировать только main.exe. А mylib.exe.include mylib.exe.cpp. Руки за это подковать. Потому что нарушение принципа раздельной компиляции. Почему это плохо? Потому что компиляция это долгий процесс. Это вам кажется, что он быстрый. А на самом деле компиляция большой программы может занимать часы. дни. Недели может быть. Вряд ли. Но вот так вот, чтобы на очень мощном компьютере компилироваться несколько часов, вполне. Понятно? Вполне. Есть такая операционная система, точнее дистрибутив линукса, дженту. Это компилируемый. То есть он устанавливается методом компиляции. Там все программы вместо инсталляции компилируются. Так там установка программы реально занимает продолжительное время. То есть ты запустил ее компилятор и пошел. Некоторые неделю ставят дженту себе на компьютер. Это если он достаточно мощный. Ну, правда, сейчас современные компьютеры стали побыстрее. Они там можно и за день может быть поставлены. Но все равно так. Короче, компиляция процесс не быстрый. И если у вас изменился один файл, то вам не надо вот эту единицу трансляции перекомпилировать. Вам достаточно перекомпилировать вот это, а потом просто пересобрать. Понимаете? А сборка – это процесс быстрый. Ладно, попускаем. Поехали к синтетису. Значит, к сожалению, очень много чего надо рассказывать. Hello World. Разобрать. Когда мы писали на петоне, то там разбирать было нечего. На плюсах – это представлять из себя большой файл. Простите, пожалуйста, я не могу, к сожалению, выводить на проектор. Сегодня он не работает. Я не смог его заставить включиться. В следующий раз обязательно буду показывать на компьютере. Первое. Вы не можете вывести на экран C++, пока не подключите в библиотеку ввода-вывода. Эти функции являются стандартными, но лежат в отдельной библиотеке. Внутри этой библиотеки определены такие объекты, как Cout и Cin. Соответственно, программа обязательно должна содержать хотя бы одну функцию. Даже если вы не собираетесь никаких там отдельных функций, которые друг друга называют, но тем не менее должна быть функция main. Главная функция, с которой и будет производиться старт программы. То есть старт будет вот здесь. Фигурная скобка открывает тело функции. Вот это штуковина заголовок функции. int – это возвращаемый тип. Что функция возвращает? Внутри скобок список параметров. Как видите, она ничего у меня не потребует. Нет параметров у меня. Пошло тело функции. Внутри тело функции я сейчас напишу std. Давайте так, я перед тем, как это писать. Простите, пожалуйста. Вы можете просто впихнуть строчку дополнительно. Я создам переменную. int x. А давайте сразу напишем, запятая y. Точка запятой. Что это такое? В языке C++ переменные создаются явным образом. Если мы хотим иметь какую-то область памяти, то мы ее явным образом выделяем и строго типизируем. Это означает, что x не сможет стать страхой. Питоне помните, да? x равно 5, потом x равно hello world, пожалуйста. Просто связался с новым объектом и все. x – это было имя. Здесь это не так. В языке C++ концепция присваивания другая. концепция присваивания другая. x равно 2. Что это значит? Что когда вы создали int x, у вас x является ссылкой на конкретную область памяти. И вы туда записали 2. Вы говорите y равно x. y – это отдельная ячейка памяти. И у вас вот эта операция – это не связывание. У вас y не является синонимом x. У вас значение, добытое из x, копируется в ячейку y. И не дай бог они разных типов. Если они разных типов, то придется какое-то преобразование. Нельзя же запихать это. Ладно, про переменные сейчас еще отдельно. То есть, давайте это поближе к hello world. Я для чего это пишу? Чтобы сразу и ввод, и вывод сделать. Чтобы и считать, и вывести. Давайте напишем. Итак, std двоеточие-двоеточие c in x. Вот эта вот штука больше-больше. Это специальный оператор. Называется оператор ввода. Как запомнить? Он направлен откуда-куда. То есть, из стандартного c. Честно сказать, не знаю, что значит. Как бы стандартный поток вывода. Ну, не sin же писать. Sin это sin. Стандартный c in поток вывода. Консоль. Может быть, консольный. Консольный. Понятно? Ну, вот эта приставочка является упоминанием всего. Все, что лежит в стандартной библиотеке, кроме тех типов, которые являются вообще без всяких библиотек, работают. Это int, double, вот так, float. Да, вот есть какие-то типы, которые работают всегда вне зависимости от библиотек. Вот их не надо писать с std. А все, что из стандарта библиотеки, из include, оно будет std2 двоеточие. Понятно? Ладно, почему тоже будет потом. Эта штука называется пространство имен, про них будет отдельное занятие. Считать в x. И интерпретировать как целое число. То есть, эта строка аналогична. x равно int int. Понятно? Давайте выведем. std двоеточие двоеточие, cout влево-влево. Ну, давайте в кавычках, в двойных кавычках, x равно, двойные кавычки закрылись. А вопрос, а как мне, если бы это был питон, я бы в скобках через запятую написал, да, print в кавычках x равно, запятая x. Да? В данном случае скобок вообще нет, да, то есть, вывод и ввод, это операторы. И я продолжаю писать. Вот я написал оператор раз, а вот продолжение. Второй оператор. То есть, как x плюс y плюс z, так получается, вывести x и еще вывести туда же, а здесь без кавычек, то есть, сам x, то есть, его содержимое. Понятно? Кстати, перевод каретки автоматически туда не попадет. Чтобы перевод каретки напечатать, его надо явным образом туда отправить. У вас есть два варианта. Либо знать скрипт последовательность, которая означает перевод каретки, касая n, экранированный n, но вы его из питона знаете. Да? Там тоже самое. В двойных кавычках касая n. Либо знать название константы из вот этой библиотеки, которая называется endl. Конец линий endline std два двоеточия endl. Не знаю, что проще. Мне кажется, касая n проще. Но в любом случае конец перевода строки сам по себе не появляется. Вы его должны явным образом туда пихнуть, и распечатать соответственно. Еще один интересный момент. Язык C++ чихать хотел на отступы. На отступы, на переводы строк. То есть, он не как питон. Для него важно наличие или отсутствие словок, наличие или отсутствие точек с запятыми. в данном случае, если бы это был питон, и я взял бы и написал вот так вот, то питон бы что мне сказал? Питон бы мне сказал до свидания, товарищ, у вас вот здесь конец инструкции, а здесь он сказал бы, а где левый оперант? для C++ он как бы игнорирует Enter, это то же самое, что пробел. Это просто пробельный символ. То есть, это дело как бы стыкует сюда. Можно даже сказать так, что C++ компилятор, он воспринимает всю программу как однострочную, в которой все просто записано, все большое количество пробелов, табуляций и Enter, любая их комбинация, она заменяется на один единственный пробел. И все в одну строчечку. Понятно? Вот. Ну, тем не менее, отступы очень важно расставлять для человека читаемости программы. Надеюсь, ни у кого из вас не возникнет искушения писать вообще без отступов, потому что это за это руки отрывать надо. Это нарушение всех возможных кодинг-стайлов. Так, я написал STD2 двоеточие Enter. Итак, мы с вами добрались до Hello World. О! немножко уже модифицировано, как вы видите, с вводом его. Значит, но это не все. Сюрприз. Main – это функция. У нее есть возвращаемый тип. Значит, надо сделать Return. Да? Return надо дать константу какую-то, ну, или переменную, соответствующего целочисленного типа. к чему ноль. Ну, вы во всех программах, которые увидите, вы увидите Return 0, Return 0. Почему 0? А если я 1 сюда напишу, плохо будет, что ли? Минус 1, 10. Что это за цифра? Откуда я могу ее вообще увидеть? Где она живет? Куда она денется? Вообще, функция, она обычно возвращает что-то тому, кто ее позвал. А кто позвал мейн? Кто позвал? Конструктор. Консоль. Вы ее вызвали, вызвали программу из консоли. Значит, вот эта штука, она вернется, собственно, в консоль. То есть, в эту самую командную строчку, откуда вы вызвали программу. Ее откуда можно узнать при помощи Echo Dollar вопрос. Ну, линуксовая команда, которая возвращает последний код возврат. Теперь, почему 0? Это код ошибки. То есть, консольная программа принята, чтобы возвращали код ошибки. 0 означает 0 ошибку. Ошибка номер 0. Отсутствие ошибки. Она еще называется в стандартной библиотеке чистых сей Exit Success. Exit Success. Успешный сейс. Понятно? Ну, или просто Return. Ладно, все, закрыли на это глаза. Ну, если Return 0 в любом другом месте мейна, то это экстренный, ну, не экстренный, а вот все, закончилось выполнение. Так, что-то я очень рассказываю. Арифметические операции в языке C++. Так, операции сравнения и сравнение чисел. Арифметические операции и сравнение. Существует такая табличка арифметических операций, в которой подробненько по приоритетам, по убыванию приоритета, они все выстроены, наивысшего, более нижнего, и там штук 13 приоритетов. В общем, операций много. Самое страшное, интересное, что Х равно У является арифметической операцией. В отличие от Питона, где это оператор присваивания, это операция. И у нее есть значение. Х равно У можно куда-нибудь скопировать. З равно Х равно У. Что является результатом вычисления этой странной арифметической операции? Значение правого операнта. То есть значение самого присваивания, как арифметической операции, равно значению У. Понятно? правого из левого операнта операции присваивания обязан быть L value выражением. Left value. Короче говоря, левого выражением. Короче, он должен иметь реально привязанную за собой ячейку памяти. Нельзя написать 2 равно 5. потому что за двойкой нет никакой ячейки памяти стоящей. Это констант. Ясно? А вот если там трудно сейчас, пока вы не знаете указателей и всяких сложных конструкций, трудно себя представить, но если там есть какое-то выражение, за которым в конечном счете стоит ссылка на конкретную ячейку в памяти, то в нее можно присваивать. В частности, у массива, вот это вы поймете несмотря на отсутствие сейчас. А и ты равно 5. Понятно? Это не переменная, но тем не менее это выражение, которое будет вычислено для того, чтобы туда что-то положить. Но за ним стоит реальная ячейка. Ладно. Это я упомянул, что присваивание является арифметическая операция. Хорошо. Х равно Y плюс Z равно 5. Х равно 3 плюс Z равно 5, а все это делали X. Забавно, да? В этой арифметическом выражении произойдет целых три вещи. Вначале, соответственно, X будет присвоено троечку, потом Z будет присвоена пятерочка, потом результат 3 плюс 5 вычислено восьмерка, а это действие будет выполнено в третьем. Эта восьмерка будет отправлена в Y. То есть три ячейки памяти модифицированы в одном выражении. Собственно, возвращаясь к неопределенному поведению, если у вас одна и та же ячейка памяти в одном выражении меняется два раза, то это неопределенное поведение. Конфилятор может сделать что угодно. Еще интересные арифметические операции. Еще интересные. Давайте еще тоже подобные, которые модифицируют саму ячейку. Вы помните, в Китоне был такой синтаксический сахар. Х плюс равно один. Ну, или пять можно было написать. Во-первых, в С плюс плюс это работа. Ваши любимые плюс равно минус равно умножить равно, но я надеюсь, что моя любимая, надеюсь, что они тоже ваши любимые, они тоже работают. да? Но в С плюс плюс есть замечательная операция С плюс плюс. Ну, плюс плюс. Не обязательно С или И плюс плюс или Х плюс плюс. Да? Что делает эта операция? Она делает почти то же самое, что плюс плюс Х. примерно то же самое, что Х плюс равно один. А чем же все-таки то есть что-то примерно. Она увеличивает Х на единичку. А чем же они отличаются? Чем плюс плюс Х отличается от Х плюс плюс? В возвращаемом значении. Правда, редко бывает оно нужно. Но если вы все-таки захотите сказать, что У равен Х плюс плюс что произойдет? В начале у вас вычислиться, что Х увеличивается на единичку. А что вернет Х плюс плюс? Что он вернет? Старое значение Х или его новое значение? Вот Х плюс плюс вернет старое значение Х плюс плюс после как в начале вернуть как в начале вернуть потом увеличить. А вот такая операция здесь старое старый Х а вот этот У равно плюс плюс Х если мы не интересуемся возвращаемым значением то нам все равно что он возвращает. А если интересуемся тогда вот тут плюс плюс увеличит на единичку Х как бы до того как он вернет это У реально в какой последовательности это будет выполнено нас не волнует но главное что здесь вернется новый Х Новое состояние Х будет присвоено У А кроме плюс плюс есть минус минус то есть можно точно так же сделать Х минус минус который примерно то же самое что минус минус х но и логика та же самая и это почти то же самое что Х минус равно 1 понятно умножить равно разделить равно тоже равно поехали дальше операции возведения в степень умножить умножить нет просто нет ее в языке не предусмотрено так давайте сотру здесь продолжим пока значит есть операции есть операции ну понятно дело умножения да как она себя ведет Х умножить на У если они целые числа то произведение является целым числом дробное хотя бы одно флот результат флот понятно флот умножить на это будет флот так а что будет если я Х делю на У Х делю на У первое если хотя бы один из них дробное число то понятно оба будут дробными числа а если оба целые числа питон как на это реагирует он строго по математике реагирует в математике две трети хоть дробно дробные числа да а в языке Си плюс плюс то ли по старинке то ли уж еще как-то но это будет целочисленное деление если у вас два целых числа и вы хотите поделить одно на другое получить при этом дробное то это маленькая проблема мне для этого придется либо сейчас ввести еще один концепт либо сказать что этого делать нельзя ну можно нужно сделать приседанец то есть если вы хотите сделать две трети чтобы это было дробное то вам надо дописать сюда точечку ну то есть 3.0 но просто в этом случае если у вас там дальше ноль то писать не обязательно то точка обозначить что это дробное число это уже флор ясно иногда с этим бывает облом вы допишите какой-нибудь x пополам внутри формулы а x при этом целое число и вы думаете особенно когда это касается целых чисел вот у вас в формуле вы рассчитываете пишите арифметическую формулу вычисления какого-нибудь химического процесса и у вас 5 вторых или 2 пятых 2 пятых умножить на пи из математической библиотеки как вы думаете что получится и у меня получится 2 разделить на 5 будет раньше вычислено чем умножение это операция с операцией умножения одинакового приоритета она будет вычислена раньше понятно а значит в начале 2 разделить на 5 причем целочисленное то есть так как если бы в питоне сделали вот так 2 разделить на 5 это что? 15 0 всего 0 понятно? такие обломы в программах вычислительных программах на C часто встречаются поэтому будьте аккуратны с вот этим вот в питоне не разделено ой прошу прощения в C плюс плюс не разделено целочисленное и дробное деление постарайтесь где вот возможно если вы пишете формулу которую вы вычисляете вещественные числа все числа делайте все константы делайте вещества не надо баловаться с целыми числами услышали ладно я не все грабли смогу рассказать где-то расскажу ладно следующие операции ну с плюсом минусом я даже писать их не хочу плюс минус есть они работают есть интересные операции сейчас посмотрю они у меня отдельно или не сегодня как же мне успеть все рассказать слава богу их я вам рассказываю в следующий раз операции сравнения все пропускаем операции сравнения значит больше да ну меньше пропустим его больше либо равно пишется вот так да и сравнение на равен равно равно все как в питоне но одно есть отличие дело в том что вот эти штуки являются я тебе хотите знать отличие или нет нет не отличие там тоже так на самом деле это арифметические операции то есть само сравнение является арифметикологической операцией то есть его результат является логическим булом и эти булы друг с другом потом можно логическими операторами которые я в следующий раз расскажу их связывать сейчас не будем рассказывать значит поехали теперь сюда конструкции циклов и условий я не буду оформлять до готовой программы чтобы сократить но естественно что все эти конструкции только внутри какой-либо функции например внутри функции main или другой которая из нее вызывается цикл while выглядит следующим циклы ну загадался циклы три вида циклов в си плюс плюс цикл пока while в скобках условия и дальше тело цикла там идут операторы фигурная скобка закрывает настоятельно рекомендую всегда использовать фигурный скоб потому что после питона вам может показаться что вот какой-нибудь еще оператор что он тоже входит в тело цикла вот он визуально сдвинут значит он в теле цикла это неправда если вы не напишите фигурных скобок то реально в теле цикла будет один единственный оператор а этот он будет считать вот здесь понятно после тела цикла чтобы не возникало таких казусов всегда фигурные скобки используем для обрамления тела цикла даже если там одна операция внутри потому что какой-нибудь дурак возьмет и припишет вторую со стрида бывает значит так дальше в while работают break и continue вот эти операторы break и continue они тут тоже есть работают точно так же break выходит из цикла внезапно где он случился там цикл прерывается и поехало выполнение дальше break это не выход из программы это прерывание выполнения цикла естественно что так же как и в питоне его обычно не просто так вставляют а под ифом кстати про иф слегка если выполнилось условие если оно является истинной то break ну а давайте я напишу сейчас чтобы опять вам показать print о print простите std по твоей точке сиау выходим из цикла выходим из цикла давайте в кавычки в кавычки пишу косая r перевод калетки и break ну так кто найдет ошибку отсутствие фигурных скобочек то есть на самом деле у меня внутрь ифа вложена только одна операция а вот эту си плюс плюс поскольку отступы он игнорирует то для него этот брейк находится уже после иф условия а дальше доточки запятой то есть доточки запятой это еще тело ифа тело условной конструкции а дальше все это уже линейное предложение поэтому то же самое с ифом всегда скобки фигурные даже если там внутри один единственный брейк все равно ставьте фигурные скобки не пожалеете так да ну и естественно то же самое есть контингию единственная ситуация когда фигурные скобки допустимо на практике не ставить это когда у вас иф однострочный в данном случае его можно было бы однострочным то есть когда вы его вообще записываете в строчку например иф у вас икс оказался кратным десяти прошу прощения процент десять равно равно нулю остаток подлинен на десять ноль такие итерации вы будете пропускать на каждой итерации икс растет икс плюс плюс да понятно а здесь вы хотите такие иксы пропускать для них ничего не будет делать вы не там распечатываете там что-нибудь еще а тут вы пишите контингиюр то есть столкнувшись вот такой ситуации вот когда прям вот в одну строчку коротко а такие пропускаем для них итерация прерывается и пошли на следующий итерацию так еще можно но даже в этом случае все равно может быть лучше с уборными скобками обернуть ладно так с циклами ну естественно как и в питоне циклы вайл вложенные без проблем есть еще один вид циклов вайл есть цикл ну я вас покрощу чтобы не поместилось цикл с пост условием его не было в питоне как синтаксической конструкции он считается лишним в питоне пишется следующим образом до дальше тело цикла а в конце вайл и условия делать пока кстати вот эти скобки которые я тут расставляю они являются обязательными синтаксически обязательными потому что иначе C++ не сможет различить где условия а где тело цикла ну просто запомните они нужны всегда в питоне мы их писали только в одном случае когда у нас вот это вот выражение условия или в цикле оно настолько длинное что в строчку не помещается тогда чтобы его на несколько строк разбросать в крупные скобки и все а тут они всегда обязательны что делает дувайл про стадион я вам рассказывал в том году но вот в данном случае я буду бегать пока не вспотею получится следующее что первый раз я побегу первый круг независимо от того вспотел я или нет понимаете даже если я уже вспотевший подбежал все равно один круг я пробегу и только после этого я проверяю вспотел или нет когда это бывает ценно когда результат надо ли собственно зацикливаться зависит от самого выполнения невозможно проверить не выполнить ни одного раз например считывать x пока x меньше нуля ну чтобы пользователь ввел только положительный x c in x я сейчас std не буду писать я пропущу пока x меньше нуля то есть я задалбываю пользователя введи мне положительный неотрицательный x и пока он не введет неотрицательный я буду у него переспрашивать понятно вот но цикл с постусловием обычно он не нужен его всегда можно заменить обычным циклом while в котором одна итерация вынесена просто донаписан и все так цикл for цикл for цикл for c++ является синтаксическим сахаром то есть не обязательно и он полностью аналогичен циклу while с некоторой конкретной цикл for значит его синтаксис следующий for дальше вот здесь вот я напишу op1 точка с запятой внимание эта точка с запятой не является окончанием никакой конструкции это синтаксически обязательная часть самого оператора for положена точка с запятой оператор 1 оператор 2 точка с запятой оператор 3 ну и тело цикла его всегда в фигурной скобке заключать каково значение этих оператор вот этот оператор это условие я даже могу здесь написать условие а теперь я пишу полностью аналогичный этому делу цикл while в котором оператор 1 выполняется до входа цикл один раз в котором второй оператор является условием входа на итерацию в котором далее выполняется тело цикла а после выполнения всех операций тело цикла выполняется операция 3 которая является итерированием то есть методом перехода на следующую итерацию давайте конкретный пример for i равно нулю i меньше 10 и плюс плюс что это значит положить в i ноль пока i меньше 10 дальше что-то делаем а после того как это что-то сделаем увеличить и на единичку и плюс плюс ясно виду ясно таким образом будет подобие того что в питоне было бы for i in range 0 10 1 в цикле for работает break continue есть такая штука при объявлении переменных работает принцип локальности если вам нужна какая-то переменная только внутри цикла for ну например вот это i она очень часто потом не нужна только для того чтобы по ней пробежаться вот в питоне вот это i она после for ее больше нет и вы хотите чтобы было как в питоне чтобы переменная не маячила у вас она побывала локально и исчезла автоматически освободилась так вот в c и это зависит от следующего если вы ее опишите вот так вот int i равно нулю то вы ее создали в заголовке цикла значит она будет существовать только во время выполнения цикла по закрытии цикла переменной i больше не будет и в принципе в программе на c плюс плюс или на чистом c вы в любой момент можете взять открыть фигурный блок в нем выделить переменную по закрытии блока и на переменной память от этой переменной автоматически освободится понятно ну это к вопросу управления памятью здесь нет сборщика мусора переменная когда она создана даже если вы больше никогда не воспользуетесь она будет жить пока не закончится соответствующий блок если она внутри функции то переменная будет жить во время выполнения функции а потом очиститься ясно так все сказал локальность следующее оператор ветвления if сказал единственное что я к нему не сказал это else по-моему значит if что-то else что-то отдельного оператора elif нету их условия условия блок пошел иначе блок пошел операции какие-то сбил блок пошел все блок закончился если вы хотите сделать if else if else if то вы так и пишете if else пробел if условия 2 да да это условия 1 else if условия 3 работать будет точно так же как elif в питоне собственно в питоне elif нужен для чего чтобы это дело не уезжало вправо понимаете потому что там отступы обязательно а здесь отступы не обязательно но вы просто продолжаете в левом раунде пишите после else сразу и все так можно тернарный оператор ну конечно материала много тернарный оператор тернарный оператор это арифметический оператор который соответствует питоновскому if в строчке вы наверное помните что в питоне была такая штучка можно было сказать z z z равно x if ну не знаю там не знаю a больше нуля a else y помните такую штуку помните или нет здесь у меня вот это вот является условием в зависимости от которого z будет получать значение либо x либо y точнее даже так тут дело не в z то есть само вот это выражение оно примет в результате значения либо x либо y да не помните такой в общем в c плюс плюс такая же штука есть она выглядит следующим образом тернарный оператор значит я я обзыв z равно x сейчас что там у меня было а больше нуля вопрос x двоеточие y точка запятую чему это аналогично здесь порядок другой это условие это если правда значение а это значение если ложь это аналогично следующему если у меня а больше нуля тогда z равно x иначе z равно y понятно вот эта сокращенная запись она настолько емкая что иногда из-за нее рябит в глазах и непонятно что же происходит с другой стороны если вы ее понимаете она наоборот более такой разреженный пространный собирает компактный и понятный знаете что такая штуковина есть так хотел я вам еще немножко рассказать про ветвление под названием свитч у нас осталось всего лишь 7 или 8 минут значит есть ветвление ифами и элифами но есть еще один способ ветвиться в си плюс плюс это оператор свитч переводится как переключатель он выглядит следующим образом вы пишете переключатель дальше в скобках которые являются синтаксически обязательными вы пишете ну какую-то перемену скорее всего вы будете сюда писать какую-нибудь перемену ну давайте ц при этом есть требование ой прошу прощения за эту черту тут нет есть требование вот этот х должен быть перечислимого типа короче целочисленный правда логически еще годится но с логическим никто не делает целочисленный или любой другой перечислимый типа короче дискретный флоты не подходят строки не подходят только пинты фактически да и подобные и так дальше пишется следующие штуковины они называются метки case ну и дальше какое-то конкретное значение ну например case 0 двоеточие а дальше пошли операторы оператор 1 оператор 2 а столько сколько надо обычно их пишут вот так со сдвигом то есть вот эта метка слева а эти с каким-то сдвигом но поскольку и так тут много бог кто сдвиг тут обычно большой неадекватно большой или делают переносно с другой строку дальше case 1 и пошли тоже оператор 1 ну другой какой-то оператор 1 оператор 2 и я не буду сейчас продолжать case 2 case 3 а если не 0 и не 1 но я хочу чтобы что-то было то дефолт двоеточие дефолт стандартный переход то есть если x не равен ни 0 ни 1 то он прыгнет сюда и он тут еще что-то сделает оператор ну давайте дефолт какие-то действия которые по дефолту теперь внимание неожиданный важный момент казалось бы эта штука должна работать абсолютно аналогично такому если я сказал так если x равно нулю то и пошли вот эти операции иначе если x равен единичке равно равно 1 то вторые операции а else это как раз дефолт получается а иначе вот это последняя дефолтная операция но окажется не так дело в том что вот эти метки это простите штука которая произрастает из языка си и даже глубже из языка сэм это метки перехода при помощи оператора go to который когда я вам рассказывал про структурное программирование в первом семестре я вам говорил никогда не использую go to но в питоне у вас не получится потому что его просто нет в языке си есть оператор go to или короче говоря в языке си вы имеете возможность не пользоваться вообще никакими циклами а писать примерно так вы таких программ на си наверняка не встретите но тем не менее можно это мы сейчас я не буду писать вот открылся фигурная скобка пошла программа я беру пишу а двоеточие что это такое это невыполняемая команда это метка метка на которую можно будет перепрыгнуть здесь пошли какие-то действия ну условно там не знаю ну давайте си аут я пропускаю си аут икс икс плюс плюс и go to а что это такое это безусловный прыжок в точку а то есть вот в этом месте я всегда прыгаю в а то есть я сейчас создал вечный цикл потому что здесь же нет способа перепрыгнуть сюда я конечно могу сюда впихнуть так это все как бы к ассемблеру вообще я конечно могу сюда впихнуть например икс меньше либо равно нуля go to b точка с запятой вот здесь написать go to а точка с запятой а вот тут уже написать метку b и тут написать ну не знаю там return 0 вот return 0 поняли понимаете о чем вы говорите что это такое go to go to является запретным оператом не используйте его никогда могут возникнуть искушения например у вас вложенный 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 цикл и вам очень хочется мгновенно из него выпрыгнуть а break в этом случае не работает вот вложенный 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 цикл является такой ситуацией когда иногда если программист точно понимает что он делает иногда допустимо использовать go to но дело в том что при помощи этих go to можно создать такие конструкции которые я вам может быть когда блок схемами рисовал я вам показывал ну представьте что у вас последовательное выполнение согласно принципам фоннеймана да у вас я сейчас блок схемами легче нарисовать это дело у вас есть условие которое возвращает вас сюда а есть условие которое перепрыгивает вот сюда вот это дело является неструктурным программированием это невозможно никак написать циклами и является ненужной алгоритмической конструкцией почему а потому что не исключено вот такое путешествие по программному коду подциклились вот тут потом дошли до сюда подциклились вот тут потом взяли и слова подциклились. То есть у вас возникает какой-то кусок на перекрестии двух циклов. Понимаете? Какое-то время. Вот это не самая сложная вещь, которую можно сделать при помощи GoTo. Она реально запутывает код, да еще и сложно ориентироваться. Он весь в линеечку, он без отступов, у вас не видно насколько глубоко вложенный цикл. Понимаете? Ассемблер, он выглядит примерно так, только еще и команды пишутся хуже. И нельзя написать длинное арифметическое выражение, его по команду надо разложить в столб. Не пишите на ассемблер, вам никогда не пригодится. Значит, короче говоря, GoTo Never. GoTo Никогда. А вот эти штуки, они прорастают оттуда. Я вам рекомендую и свитч никогда не использовать. Но получается так, если x равен нулю, то прыгнуть сюда, а потом что? А потом метки являются незаметными, они же невыполняемые штуки. Пошли выполняться все операторы подряд. До конца. Понимаете? То есть он не прервет выполнение вот перед вот этим кейс-1. Для того, чтобы он реально перепрыгнул вот сюда. Но я не буду GoTo писать. Есть более простой способ. Брейк. Вот когда-то для меня была загадка, когда я только изучал язык C, а нас учили чистому C. Почему тут надо ставить брейк? Ну что это за рудимент? Зачем его писать? Оказалось, что просто в этом случае он выполняется насквозь. И без этого брейка он будет продолжать выполнять то, что в других кейсах. То есть как бы он выполнил содержимое вот этого ифа, а потом уже не глядя, пошел выполнять содержимое других элитов. То есть он даже не проверяет условия, да? Никаких не... Все. Он проверил, что их правил нулю. Прыгнул сюда и пошел выполнять операторы. Понятно? Поэтому, чтобы он выполнил только один блок, у вас каждый блок должен быть в конце имени брейк. Обязательно. Так, это там у нас сейчас будут гнать, да? Уже сейчас погонят. Ребята, я вам не успел рассказать. Зачем же? Все рассказал. Ну все. Спасибо вам большое.